здравствуйте мастер продолжим нашу традицию звуковых писем звуковых ответов на твои вопросы которые ты знаешь в очередном стриткасте только что послушал твой крайний стриткаст и вот пытаюсь рассказать тебе свое мнение пишу тебе свой ответ в жутчайшей пробке московской утренней время 752 температура минус 4 градуса цельсия жуткая пробка на мкаде дмитровского шоссе до ленинградки вот в этой пробочке я тебе и пишу свой звуковой ответ очень интересно было послушать твои приключения с так называемой валей мне кажется что по моему опыту поиска работы надо было сразу их посылать потому что если это какая-то непонятная фирма то стоит ли на них работать будут ли они тебе платить зарплату это первое второе уже поработав в своей фирме некоторое количество времени я знаю такие уловки так называемых ну скажем так не очень честных и чаров когда реально дают человеку задание чтобы он его выполнил ему сказать что он не подходит а это собственно мысли и идеи используют своих наработках там рекламных дизайнерских и тому подобное вот но видимо у тебя есть чувство любопытства чувство приключений которые ты собственно и потихонечку тешь очень интересно с большим удовольствием послушал по поводу твоего вопроса стоит ли тебе продолжать историю безработикса или перейти уже на философские темы мне кажется что ты ни в коем случае не делаешь как ты говоришь некое коучерство как или некоторые как я искал работу в силе джорока я думаю у тебя немножко другой стиль и твои рассказы в принципе интересны потому что ты все равно их интерпретируешь и преломляешь в своей манере поэтому слушать их всегда интересно и кто сказал что в твоих стриткастах о поиске работе нету ничего философского не знаю мне кажется что я просто такой стиль философский и на какие бы темы ты не говорил они у тебя получается страну философский но это мое личное мнение ты поступай конечно как тебе удобней и как тебе интереснее и потом кто тебе мешает делать серию поисках работы и и и делать какой-то еще подкаст философская направленный я понимаю что дело даже не самих подкастах работе а в общем то желание поскорее найти эту работу вот и в чем тебе желаю ну банально сказать удачи я тебе желаю просто везения потому что от этого часто зависит очень многое просто маленькое везение когда что ты наткнулся именно на ту работу или на тех людей которые тебе понравились и ты бы занимался своим делом интересным и как ты говоришь начал коробчатую жизнь наши дела потихонечку идут потихонечку вот сегодня планировали совершить некие полеты на фотографирование но пока что вот торчу в пробки не знаю во сколько я приеду посмотрим что там будет дальше наш друг миг пока что весь в своей работе остался один как он мне говорит поздравляю с 23 февраля но рвется в бой говорит что мы это все естественно будем продолжать ну будем будем скажем так подождать извини что не смог поздравить тебе с восьмилетием твоего чай мастерского подкаста были мысли записать тебе поздравление аудио но к сожалению замотался какие-то очередные мелкие незначительные проблемы которые к сожалению занимают большинство нашего времени не дали мне этого сделать но тем не менее я поздравляю тебя пусть лучше поздно чем никогда желаю всяческого процветания тебе лично и твоему творчеству еще раз желаю все-таки найти ту работу которую ты приложишь все свои силы физические и творческие кстати вот это это тебе тоже на заметку посмотрел фильм не помню как называется какой-то документальный фильм быть я хочу основную мысль такую сказать по этому поводу там говорится о том что человек программируем как ни странно и или к сожалению или к счастью ну мне кажется в чем суть чем главное то что ты настраивал себя на положительное именно на положительное что ты в любом случае найдешь свою работу найдешь свое применение как только ты этого делать не будешь или тебя будут терзать негативные мысли соответственно ты сам настроишься на негатив который не прям непременно воспользуется вот этим состоянием поэтому именно положительных тебе мыслей положительного настроя здоровья слушаю тебя с удовольствием и жду очередного стрит каста твой бразер пашко